Я всех приветствую на своем канале. Меня зовут Валентина, 32 регион, Брянская область. Кто смотрит мои ролики про арбузы, много задают вопросов, как мои арбузы в этом году, потому что погода в этом году во многих регионах очень даже плохая. Была жара, засуха, потом пошли дожди. Катаклизмы природы, конечно, сыграли свою роль на бахчевых культурах. Арбузы я выращиваю, как видите, вот в растил. Вот золото валицы, как видите, желтенькие. Вот они, желтый сорт, их много. Это ранний гибрид. На каждой плете я оставляю по одному арбузу, потому что если оставить их два, они, конечно же, не успеют созреть. Арбузы имеют неограниченное количество побегов, плетей. И если их не прищипнуть, то на боковых побегах будут образовываться плоды очень мелкие и совсем невкусные и несладкие. Прищипку плетей я делаю, когда плод достигнет размера с яблока. Грядка у меня запущена, потому что сформированы арбузы. И, конечно, я туда не залезу, и уже они пошли на самотек. Вот она. Видите, какой арбуз. Здесь у меня уже другой сорт, средний сорт. Вот, сорт волжанин. Вот на двух плетях они сформировали по одному арбузику. Дальше я не лезу вглубь. Как же узнать, готов ли наш арбуз по спелости? Все определяют по стуку, по мягкости, по крепости. Я же определяю таким образом. Больше метод я лучше не знаю. Вот этот арбузик должен быть на боку, и вот оно, пятнышко. Вот оно, есть пятнышко. Это первый признак, что он уже поспевает. Но мне доказательство, вот этот усик. Есть, когда он засохнет, первый усик, который находится возле самого арбуза. Когда он засохнет, этот усик, тогда арбуз и будет готов. Сейчас он пока не готов, потому что вот спиралька полностью видна. И также лист, вот как видите, он еще не пожелтел. Это первый лист, который находится возле самого хвостика. Вот так вот я для себя определяю спелость арбуза. Еще один посмотрим. Арбуз, вот он. Здесь уже явный пример. Вот смотрите, вот он арбуз лежит. Сейчас, вот он, желтое пятно. Вот он лежит на земле. После дожди, конечно, грязноватый. Смотрите, усик еще, вот он, спиралька усика. Еще не пожелтела. Сам лист, который отходит, вот он, лист, который отходит от самого усика, идет зеленый. Сам усик зеленый еще и хвостик зеленый. Вот погулок с ним, конечно, гудит, как бы определяют, но я так не определяю. Вот когда усик засохнет, и вот этот первый лист засохнет, вот тогда наш арбуз будет спелый. И мы будем его кушать. Хотя золото валится, вот этот сорт, считается очень раннее. Но вот июль месяц мы еще спелость пока не видим. Еще пока до конца июля он посидит, а потом уже будем смотреть. Ну, килограмма здесь, ну, 3-4 будет в этом арбузе. Но рост как бы уже прекратился. Арбузов я пока не вижу. Вот как они стали такими, где-то килограмма 3-4. Все, роста уже нет. Вот сейчас посмотрим вот этот сорт арбуза. Сейчас я встал, но удобно. Вот он, арбуз наш. Вот она, вот хвостик. Вот он лежит, как видите, вот он, дождь прошел. Вот оно, желтое пятно. Так, вот он, хвостик, он еще зеленый. Лист зеленый. Это, естественно, говорит о том, что он еще не спелый. Ну, вот здесь спиралька оборвалась. Может быть, когда прищипывала. Вот, пока спиральки нет. И он еще такой, не гулки, нету такого. Сейчас я покажу дыньи. Видно. Где-то два. Вот они. Арбузики. Вот они, вот дыньки уже завязаны у меня. Вот они. Вот они открыты. Завязи арбуза у меня достаточно. У меня почти на каждой плите по одному арбузу. Это достаточно, чтобы они вызвалили в нашей зоне и были сладкими. Ну, и до новых встреч теперь, когда будем резать.